Ну вот, друзья, уже в другом месте. Всем привет, всем хаю-хаюшки. Как всегда, с вами Тайная НЛУ. И о чем мы сегодня, друзья, с вами поговорим. О самом интересном и необычном месте. Про это место идет прям легенда о том, что здесь каждую, можно сказать, каждый год или каждый месяц здесь происходят уникальные какие-то фиолетовые и синие лучи, какие-то необычные вспышки. И это, друзья, я не придумываю. Это реально интересно, да и реально странно, потому что за последнее время, где мы не были и где мы были, я такого еще не видел. Но мы, друзья, здесь не просто так, чтобы вам рассказать, а еще показать, о чем пойдет речь. Множество из вас смотрят нас удивленно. Кто-то из вас ставит лайки, кто-то подписывается, кто-то, ну, кто-то отписывается. Ну, это нормальное явление. Но я попрошу вас, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видеосюжету и мы начнем с вами прямо сейчас. За все время, где мы не были и где мы были, друзья, мы еще дойдем до этого момента. Я хочу рассказать про это уникальное место. В этом месте происходит, правда, аномальное все. То есть от снега-то, от дождей, до града и так далее, и до солнца тоже. То есть вы можете подняться в эту гору, и тут солнце, жара, плюс пятнадцать. А если чуть-чуть спуститесь, то там минус, там холод. И, в общем, как ни крути, кто-то даже говорят, что это почти как треугольник, проклятое место и так далее. Возможно. Потому что за последнее время здесь, знаете, сколько потерялось людей? А самое главное, пропали. Я не хочу сейчас вас пугать, но я хочу сказать про одну очень интересную историю, которая случилась в этом месте. За мной находится туман. Вот он. Видите вы сами. А внизу, друзья, жалко, я не могу показать. А внизу находится пирамида. Да, это не египетская пирамида, но это, друзья, пирамида. Ученые недавно там были и не хотят говорить про это место, потому что там какая-то печать стоит непонятная, правда это или нет, я не знаю. Но пирамида, она есть, друзья. Мы уже здесь были. Мы снимали видео, рассказывали, ну и доказывали. Он там сейчас стоит, а Алекс, он также со своими зрителями разговаривает. Но пирамида находится вот тут, друзья. Вот прям здесь. Я не могу вам показать, потому что туман пришел ниоткуда не возьмись. Но это опять же пол беды. Что на этом месте самое интересное? То, что люди пропадают, реально пропадают. Во-первых, за последнее время здесь начали устанавливать специальные зоны. Военные патрулируют, множество пограничников, каких-то тут еще есть люди с автоматами, могут быть и охотниками. Но не факт. Ситуация в том, что в этих местах можно увидеть все интересное. От медведей до гор, до зелени, до солнца, до дождей и градов. И вот самый интересный момент, который случился в этом месте. Это было два года назад, когда мы еще снимали в этом месте. Мы приезжали в это место. И случилось так, что в этом, ну не прям в этом, а в этих местах из Ростовской области приехала семья. Они здесь взяли свои палатки, расставили. И ночью они слышат звук. Такой интересный гул такой. Отец выходит из палатки посмотреть. И он перед собой видит необычный шарообразный шар. Его жена начинает снимать. Это все на камеру снимали. И резко вспышка, камера падает, а их никого нет. Местные тоже туристы там заметили палатку. Машина стоит, лежачий телефон. Позвонили в полицию. Приехала полиция, начала обыскивать. Начали делать о том, что на них напал медведь или что-то еще. И в общем, только из-за телефона они увидели эти кадры ужасающие. Они увидели, что шарообразный шар подлетел к ним, и яркая вспышка их нет. Вся семья из трех человек просто исчезла. Как это объяснить, я не знаю. Скорее всего, да, друзья, я знаю, вот сейчас я иду, я знаю, что я нахожусь в такой зоне магнитной, где располагаются, друзья, множество проблем. Болит голова, иногда спать хочется. А иногда бывают такие моменты, что состояние просто тяжелое. И вот мы в этих местах не просто так. Мы сейчас обходим эти старые места. Мы здесь уже были. Но случилось так, что здесь теперь, как я сказал, военные. И еще могут подойти к нам, патруль, спросить, что вы здесь забыли. Ну, понятно, что у них есть своя работа и так далее. Но здесь еще устанавливали камеры. Нам бы не попасться, кстати, ну, мы еще до красной зоны не дошли. Мы еще в зеленую зону. Красная зона чуть дальше. Но фото и видео запрещено здесь, кстати. Представляете? Не верите? А зря. Потому что, вот, друзья, фотокамера. Ну, здесь фото и видеокамеры. Вот, посмотрите. Здесь все следят. В общем, если вы в этих местах оказались, то знайте, вы здесь не одни. Если вы в туалет по большому пошли, знайте, жопу лучше не раскрывать в этих местах. Ну, я шучу, конечно. А может, это муляж, кто его знает. Но мы находимся еще в зеленой зоне. Пока что мы идем, посмотрите. Дорога, конечно, хорошая. Снежок маленький упал. Но пока мы все видим. Но мы видим, что здесь на лошадях ездят. Вот валяются, вы знаете, удобрения. И вот о чем я еще хочу вам сказать. Я не знаю, как объяснить всю эту ситуацию. Да, люди пропадают каждый день. Их находят. Кто-то вообще рассказывал очень интересную историю про этих местах. И это очень много, друзья. Но, как вам сказать. Но кто вам будет верить без видеоотчетов, без аудиоотчетов, я не знаю. За много времени я, честно, уже до такого момента вот так насмотрелся. Очень интересный видеоролик. Но, опять же, я хочу сказать только одно. Ну, если вы здесь оказались, друзья, это хорошо. Теперь насчет красной зоны. Почему ее называют красная зона? Их есть множество зон. Зеленая, оранжевая и красная. Представляет три зоны. Бывает так, что ты в зеленое идешь, идешь. Пах, а у тебя красная зона. Тебе туда нельзя. Это запрещенная территория. Там тебя будет ждать проблема. Какая проблема? Ну, там, во-первых, стоят датчики движения. Датчики заборных движений и блокпосты. Вот, например, один из этих кадров, друзья, посмотрите. Вот красная зона. Цвет красный, видите? Вот ущелье. Это первый проход, который можно пройти туда. Но, я вам сразу говорю, это место опасное. Вон там стоит лестница. Сейчас вам покажу. Вон, видите, лестница. Туда опасно идти. Но, и посмотрите, это ущелье какое опасное. Люди здесь просто-напросто обыкновенные не пойдут. Мне страшно, конечно, показать это место. Но я вам сейчас покажу. Мы сегодня первые. По следам, видите, здесь ничего такого нет. Вот, друзья. Эта зона очень-очень опасная. И если вы туда упадете, то знайте, хрен кто вас спасет. А мы, друзья, будем продолжать наше удивительное путешествие. Ну, а вы, как всегда, не забывайте ставить лайки, подписываться и комментируйте наши удивительные моменты. А дальше я вам потом покажу, что мы здесь забыли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!